Богдан Грек. Даня, тебе Витя Аркану вернул? Не вернул. Павел Жултков. Дэнди, сколько ты будешь еще в киберспорте? Я не знаю, Павел. Время покажет. Эдуард Левченко спрашивает, вы уже сыгрались? Да, мы сыгрались. Это понадобилось примерно дня 3-4, чтобы вот уже начать вместе хорошо там двигаться по игре и так далее, понимать друг друга. Рома Мукаев, вы играете много лет в продоте. После череды неудач не отпадает ли желание играть и бросить все к чертям? И как вы боретесь с такими чувствами, что вам помогает выйти из тильта? После череды неудач обычно появляется желание наоборот что-то выиграть и доказать самому себе, что ты можешь и все такое. Отпадает ли желание играть и бросить все к чертям? Ну, на самом деле нет. Единственное, что, конечно, когда очень много хейта со стороны, вот, то это неприятно, это немножко давит. Но опять же, то есть, играешь не только для себя, но все же еще для тех, кто тебя поддерживает, а такие люди тоже есть и поэтому вот хочется продолжать стараться выигрывать. Какой у вас стимул, что заставляет вас прикладывать максимальное усилие ради победы? Спросил Богдан Лозинский. Ну, стимул это, ну, становиться лучше как команда и двигаться дальше и побеждать, вот. Ну и надо, главное, сравнивать себя с самыми сильными, вот. И показывать такой же уровень игры. Игорь Быстров. Старина, как думаешь, сможешь ли ты стать первым, кто докажет всему миру, что возраст плюс-минус 30 еще далеко не пенсионный для доты? Дернинг эфир не в счет. Ну, если честно, то мне вообще кажется, что люди, которые думают, что возраст плюс-минус 30 это большой, это в основном дети, вот, или школьники, там, в районе 15-16, и для них это слишком много, ну, в два раза больше их возраста или что-то такое. Хотя для меня, ну, это не такой большой возраст. Ну, или, возможно, я так сейчас думаю, потому что мне 27, но тем не менее, вот. И эта тема уже 10 раз обмусоленная, то есть, кто что хочет, пусть стоит, думает. Мне, в принципе, все равно. Я уверен, что возраст не показатель, и показатель это только в том плане, что чем старше ты становишься, тем больше у тебя обязанностей в плане семейных, там, девушка, семья, не знаю, у кого-то дети, и у тебя просто нет времени столько уделять доте, сколько нужно. Вот. Но если ты способен найти это время и способен работать и полностью выкладываться, то это возраст абсолютно не имеет значения. Я считаю, что я выкладываюсь и работаю больше, чем многие молодые ребята, которым там по 15-16, у которых нет вообще никаких забот. Вот. Поэтому, считаю, что возраст не проблема. Любимые герои каждого из игроков? Ну, Витя любит очень сын Кинга, а я люблю Чена, и на этом, наверное, игра закончится для врагов. Так, Даня кого любит? Даня любит Драгон Найта, его любимый герой. Так, и Акбар. Акбар, Ногр Магия жарит всех, вот, помогает на линиях. И Влад. Влада любимый герой Виномансер, да. Евгений Добрянский. Когда Дэнди купит себе умный браслет с будильником и перестанет терроризировать генерала? Я думаю, Вите нравится, когда я его бужу. Вот. Поэтому он встает обычно всегда первый по моему будильнику, а я еще лежу минут 15 и жду второго будильника. Ваня Авдеев. Правда ли, что у Дэнди и хорошо ладили. Но когда-то давно у нас был конфликт, где-то 2000, не знаю, в каком-то там девятом году, может, даже в восьмом. Вот. То есть мы друг друга недолюбливали. Вот. Но после этого мы помирились еще в 2010-м. Вот. И, как видите, мы даже сошлись в один коллектив в 2016 или 17-м, как вам не помню. Так, что это не правда, это чистая ложь. Люди просто хайпятся на всем, чем можно похайпиться, связанным с Na'Vi. Вот. Так что не верьте. Кто больше всего мотивирует команду и отдельных игроков? И как? Иван Смородин спросил. Ну, не знаю, кого как мотивирует, но я сам себя там стараюсь мотивировать и так далее. Там, ну, всякие видосики смотрю там и, возможно, и мечтаю там о том же Aegis. Вот. Это придает сил. Клара-Изабел Пинтон. Дэнди, you're an historical player at Na'Vi. You have seen so many roster changes and so many players. How do you feel about that? And what are your first impressions on this new roster so far, if you have some? Well, it's pretty hard to go through roster changes all the time. I'm pretty conservative kind of guy and I'm getting used to people and I feel very bad when I need to get apart from them, especially to people I like. So, yeah, it's really tough. What about our new lineup? Well, I enjoy, I enjoy it pretty much. We're playing for only one week, maybe a little bit more, and so far it's been very, 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 very good. Like, everyone is super hardworking. We game very good. We game alone very good and we're playing pretty good, actually. So, time will show how it goes. After the first game against Team Empire, did you have a dysmoral? And if it was, how did you fight her? Maksim Markelov asked. Well, it was a little bit, but then we realized, that we hit the peak very hard, and we decided to move forward and not to worry about it. And then, it turned out to be a little bit. In general, we rehabilitated very quickly. I have a question for the older member of the squad, especially Dendy and the coach-host. Having played the games for so many years and seeing how things developed and changed, how do you change playstyle and how many hours a day does Dendy and his team play? Tyrone, Chris Abbott. Well, I play almost a full day, actually, lately. It depends on how tough the schedule is, and what tournaments are coming, and what we need to play, and so on. Right now, we are in pretty bad spot as a team, like, with our results, because we didn't qualify to TI and so on. So, we are working super hard, like, almost every, almost full day, every day, without exceptions. So, I don't have any time for relaxation or anything like that. About how do you change your playstyle? Yeah, well, a lot of people say that older players, like, don't adapt or something like this. Maybe someone don't, but I feel like I'm adapting pretty well to every new patch that's coming up, and finding up a lot of good stuff and abuses, and even inventing some things. So, I would disagree on that. I'm actually, I feel that I myself pretty creative player, and there is a lot of creative players outside. For me and Crystallize, the first days of bootcamp, I asked Clara Isabel Pinton, and what feelings do you feel? Well, I like everything, the atmosphere in the team, how we work for this short period. So, we've found a lot of positive moments for ourselves, in the game, in the chat, and in the chat. So, I like everything. Rayhan Smith. Dendy, do you have any plans to make your own team in the future? I thought about this some time ago, but I don't have any plans. Denny Suzanto. Dendy, when will you get married? Dendy. I don't know. Oh, don't ask me those questions. That's a scary one. Karola Sanchez Cueva. Sorry. For Dendy and Gennaro. What's the craziest thing or joke you have done together or to each other alone, your bromance? Well, there's a lot of things. Gennaro's a pretty fun guy. He's very down-to-earth, and he's joking a lot, and his jokes are pretty silly and stupid. So, I can't remember something that's very special because it's an everyday experience. Okay? So. I'll see you next time. Bye. Bye.